Всех приветствую на своем канале! В сегодняшнем видео я вам хочу показать, как связать вот такой замечательный пледик. Ляжется он довольно-таки легко и просто, получается квадратный. У меня он 90 см на 90 в колясочку детскую. Подходит расцветочка моя как для мальчика, так и для девочки. Вы хотите, можете связать однотонным. Также можете регулировать размер в зависимости от своего желания. То есть можете связать немножечко меньше, можете связать больше. В общем, смотрите, как для себя. Итак, мы начинаем. Для вязания я буду использовать пряжу Alize Lana Gold Fine. В ней 390 метров в 100 граммах. Она полушерстяная, довольно-таки мягкая, нежная, красивенькая. Я взяла, как вы видите, максимальное количество цветов, которые у меня были из этой серии. То есть вам понадобится пряжа либо однотонная, либо разноцветная, но одной толщины. То есть так как у меня я взяла основную Alize Lana Gold Fine, я в принципе все взяла этой фирмы. То есть у меня были остатки красного, были синего, темно-синего, белого у меня цвета. Вот видите, василькового, желтого, розового. В общем, все цвета я беру из одной, так сказать, серии, одной толщины. Также вам понадобится крючок под эту пряжу. Я взяла номер 2. И ножнички для обрезания кончиков. Итак, берем ниточку нужного цвета, то есть цвет, который вы хотите, чтобы у вас была серединка пледа. Либо, если у вас однотонный, берете, соответственно, просто ниточку и крючок. Делаем кольцо амигуруми, то есть либо кончик придерживаете, обхватываете один пальчик, либо два пальчика. Я всегда обхватываю два пальчика, так как мне потом удобнее работать. Вот. Захватываем ниточку и вот так вот закрепляем. То есть как бы делаем визуально столбик без накида один. И теперь в это колечко мы набираем 8 столбиков без накида. Итак, первый столбик, далее ныряем, захватываем второй столбик, ныряем, захватываем третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Стягиваем колечко наше, придерживая последнюю петельку, которая у нас на крючке. И теперь находим первый столбик без накида. Вот он у нас. В него делаем соединительный столбик. Вот он у нас соединительный столбик. И наше колечко вот стянуто, как вы видите, первый ряд провязано аккуратненько. Теперь мы должны постепенно увеличивать наше колечко. Для этого мы набираем 3 воздушные петельки, делаем накид и в эту же петлю основания, с которой у нас были воздушные петельки, провязываем сюда еще столбик с одним накидом. У нас 3 петельки воздушные подъема заменяют 1 столбик с одним накидом. Мы провязали в петельку основания, получается 2 столбика с одним накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли, накид и в следующую петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 столбик и сюда же второй. Снова провязываем 2 воздушные петли и в следующую петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. Как вы поняли, мы чередуем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. И в каждую петельку провязываем по 2 столбика с одним накидом. То есть у нас получается было провязано 8 столбиков без накида в предыдущем ряду. В этом ряду мы увеличиваем количество столбиков 2 раза. То есть каждый из предыдущих столбиков без накида провязываем в этом ряду по 2 столбика с одним накидом. И между двумя столбиками, то есть между петельками предыдущего ряда, мы провязываем по 2 воздушные петли подъема. Таким образом у нас образуются вот такие арочки из воздушных петелек, то есть дырочки вот такие. Так это и должно быть. Делаем 2 воздушные петли и снова в следующую петельку провязываем 2 столбика с 1 накидом. Первый столбик и сюда же второй. Снова 2 воздушные петельки, в следующую петельку находим 2 столбика с 1 накидом. Снова 2 воздушные петельки и опять делаем 2 столбика с 1 накидом. 2 воздушные петельки и последний раз делаем 2 столбика с 1 накидом в последнюю петельку. петли и находим третью петельку вот наших воздушных петелек третью петлю подъема и делаем соединительный столбик таким образом мы с вами замкнули второй ряд у нас во втором ряду уже образовались вот такие дырочки арочки которые мы будем постепенно увеличивать снова наш кружочек и образовывать квадрат и так для тех кто вяжет однотонный клет просто делаете соединительный столбик и продолжаете провязывать следующий ряд для тех кто меняет как я свет я вам показываю как его поменять смотрите при вытягиваем получается мы сделали с вами две воздушные петельки при вытягиваем соединительную петельку или соединительный столбик и как бы ныряем без ниточки не захватываем а берем уже следующий цвет у меня это желтый поэтому я захватываю желтый цвет и делаю соединительный столбик уже другим цветом то есть вот смотрите просто сделала другим цветом если же еще раз повторюсь если же вы просто у вас однотонный вы делаете соединительный столбик в третью петельку подъема просто тем же цветом таким образом поменяли цвет если же и делаете изменение цвета в любом из ряда просто последнюю соединительную так скажем петельку или соединительный столбик как вы называете делайте уже другим цветом сделали соединительный столбик таким образом мы перешли в арочку между двумя столбиками теперь делаем 3 воздушные петельки подъема 1 2 3 и дополнительную воздушную петельку делаем накид и в следующую арочку вот между двумя нашими столбиками с одним накидом вот следующую арочку провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 и 3 сейчас мы будем с вами формировать уголочек для того чтобы сделать из кружочка квадратик поэтому провязали в следующую арочку 3 столбика с одним накидом делаем 3 воздушные петельки 1 2 3 и в эту же арочку делаем 3 столбика с одним накидом 1 2 и 3 как бы мы с вами провязали получается в одну арочку 3 столбика с одним накидом 3 воздушные петли 3 столбика с накидом теперь делаем воздушную петельку накид и в следующую арочку то есть через 2 воздушные в 2 воздушные петельки предыдущего ряда вот сюда мы ныряем и делаем просто 3 столбика с одним накидом 1 2 3 отделяем 1 воздушной петелькой и снова формирую уголочек то есть делаем накид провязываем 3 столбика с одним накидом 1 2 и 3 снова 3 воздушные петельки как мы провязывали здесь первый раз 1 2 3 и 3 столбика с одним накидом сюда же 1 2 3 воздушная петелька и в следующую арочку вот в 2 воздушные петли предыдущего ряда мы провяжем просто 3 столбика с одним накидом 1 сюда же 2 сюда же 3 отделяем воздушной петелькой и снова у нас идет по очереди уголочек 3 3 столбика с одним накидом провязываем 3 воздушные петли 3 столбика с одним накидом вот 3 столбика 1 2 3 воздушные петли и сюда же 3 столбика все как всегда делаем уголочек уже третий раз 1 2 и сюда же третий столбик отделяем воздушной петелькой и провязываем как бы вы заметили мы чередуем 3 столбика уголок три столбика вот сейчас у нас сделали уголок значит 3 столбика Отделяем 3 столбика 1 воздушной петелькой. Делаем накид и формируем последний 4 уголочек. Делаем 3 столбика с 1 накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с 1 накидом. 3 столбика, 1, 2, 3 воздушные петли. И сюда же формируем уголочек, довязываем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2 и 3. Теперь смотрите, нам осталось завершить ряд. По очереди у нас идут три столбика с одним накидом, поэтому довязываем, делаем накид, находим основание вот этих воздушных трех петелек и в это основание провязываем еще два столбика с одним накидом. Один и второй. То есть как бы нам столбик получается замещается тремя воздушными петельками подъема. И в третью петлю подъема делаем соединительный столбик. Вот таким образом у нас провязан второй ряд. Вот эти ниточки, красный цвет мы обрезаем, а эта ниточка желтенькая и остаток, так сказать, обрезанного красненького нам нужно потом будет в каждом ряду заправлять. Поэтому мы их пока оставляем и я сейчас продолжаю провязывать еще один ряд вторым цветом. То есть вы хотите, можете менять на третий цвет. Но я как бы вам говорила, что я буду ряд 2 чередовать, так сказать, в хаотичном порядке, не считая. Просто через ряд 2 менять ниточку. Поэтому мы делаем соединительный столбик в арочку, то есть вот эту нашу, которая между тремя столбиками, одними и уголком. Поэтому я всегда буду делать в начале ряда этот соединительный столбик, как бы переход в арочку, чтобы у нас красиво с арочки выходили, так сказать, наши столбики. Поэтому запомните, каждый раз мы с вами будем начинать из трех воздушных петелек 1, 2, 3 и заканчивать, так сказать, точно так же в основании этих трех воздушных петелек. То есть в каждом ряду. И сразу после трех воздушных петелек мы будем переходить, так сказать, в наш уголочек. То есть у нас постоянно перед уголочком будут окончания и начало ряда следующего, вот здесь вот перед уголочком. Для этого делаем, так сказать, переход в арочку. Три воздушные петельки. Одну воздушную петельку отделим мы наши три, так сказать, столбика с одним накидом, которые у нас здесь постоянно будут. И теперь снова в уголочек ныряем нашу арочку и делаем три столбика с одним накидом, один, сюда же второй и сюда же третий. Далее три воздушные петельки. Один, два, три. И сюда же ныряем три столбика с одним накидом, как бы довязываем наш уголочек. Уголочек наш не меняется. В нем всегда будет три столбика, три воздушные петли и три столбика. Всегда. То есть вот здесь у нас будет уголочек, здесь, здесь и здесь. А между уголочками будет постоянно добавляться по два, так сказать, по два участка, по две арочки, три столбика с одним накидом. То есть смотрите, мы провязали уголочек, отделяем уголочек одной воздушной петелькой, делаем накид и ныряем вот эту арочку воздушной петли предыдущего ряда. И делаем в нее три столбика с одним накидом. Один, два и три. Снова отделяем воздушной петелькой для следующего ряда, так сказать, арочек. И снова делаем в следующую арочку 3 столбика с 1 накидом. И снова делаем 1 воздушную петельку для ряда следующего арочек. Делаем накид, ныряем в уголочек. Уголочек, как я вам говорила, 3 столбика с 1 накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с 1 накидом без изменения. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 3 воздушные петли, 1, 2, 3. И снова 3 столбика с 1 накидом сюда же. 1, 2 и 3. 1 воздушная петля для арочки следующего ряда, накид. И в арочку этого ряда делаем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2 и 3. Петелька воздушная. Отделяем для арочки в следующем ряду. И в этого ряда арочку делаем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2 и 3. Воздушная петля. Переходим к уголочку. Уголочек 3 столбика с 1 накидом. 3 воздушные петельки, 3 столбика с 1 накидом. Это все в одну, так сказать, петельку из 3 воздушных петелек предыдущего ряда. 1 столбик, далее 2 и 3. Довязали уголочек. Отделяем его воздушной петелькой. И снова у нас вот они 2 арочки предыдущего ряда. Мы в них провязываем по 3 столбика с 1 накидом. 1 столбик. Сюда же 2 столбик. И сюда же 3 столбик. Отделяем 1 воздушной петелькой. Переходим к следующей арочке. 3 столбика с 1 накидом. 1, 2 и 3. Отделяем воздушной петелькой. И снова уголочек. В уголочек 3 столбика с 1 накидом. 3 воздушные петли. 3 столбика с 1 накидом. Это все в одну петельку, в одну арочку. 1, 2, 3. 1, 2, 3. И последний раз. 1, 2, 3. То есть если вы так будете считать. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Мне кажется так гораздо проще. Мне так, честно говоря, первые ряды очень даже удобно считать. И снова. Делаем воздушную петельку. У нас осталась вот здесь одна арочка. Мы в нее провязываем 3 столбика с 1 накидом. 1 столбик. Сюда же второй столбик. И сюда же третий столбик. И снова. Дошли, так сказать, до воздушных петелек. Перед ними делаем одну воздушную петлю. Отделяем, так сказать. И нам нужно в основании воздушных петелек довязать еще 2 столбика. Находим основание. И довязываем первый столбик с 1 накидом. Далее делаем накид. И сюда же второй столбик. Как бы нам столбик этот из воздушных петелек 3 заменяет столбик с 1 накидом. Находим третью петельку подъема в столбике. И делаем соединительный столбик. Вот у нас провязан второй ряд. То есть мы, получается, сейчас провязали с вами второй цвет. Сейчас можете поменять на третий. Либо продолжать, если у вас однотонный, дальше. Сейчас мы для того, чтобы поменять цвет, прераспустим наш соединительный столбик в третью петелечку подъема. И вместо, так сказать, ниточки этого цвета провяжем его другой. Как это мы делали со вторым цветом. Берем ниточку другого цвета и просто провязываем соединительный столбик уже другим цветом. Эту ниточку, получается, предыдущего цвета мы точно так же обрезаем. То есть я сначала меняю 3-4 ряда, а затем они мне уже мешают, и я их отрезаю, заправляю. Итак, сейчас, как я вам говорила, в начале каждого ряда мы делаем переход соединительным столбиком в арочку. То есть вот мы с вами сделали переход. Таким образом закрепили ниточку, которую поменяли. Нам проще будет так. Делаем 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. Одну воздушную петельку, какой я вам говорила, мы отделяем 3 столбика. Делаем накид. И сразу вот он у нас уголочек. То есть в каждом ряду у нас будет начинаться с 4 воздушных петелек, 3 петли подъема. И 1 воздушная петля, которая между, так сказать, столбиками с одним накидом, тремя. И снова переходим в наш уголочек. Делаем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. И все это в одну арочку. Формируем таким образом уголочек и расширение нашего пледа. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. И довязываем третий. Воздушная петля. Отделили. Находим арочку предыдущего ряда. И в нее провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Делаем воздушную петлю, арочку для следующего ряда. И снова находим вот следующую. В нее делаем 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Снова воздушная петля. Находим следующую арочку. В нее 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. Воздушная петля. Дошли до уголочка. Уголочек не меняется. 3 столбика с одним накидом. 3 воздушные петли. 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И снова сюда же. 1, 2 и 3. Как вы видите, постепенно благодаря нашим уголочкам пледик начинает увеличиваться. То есть, если у нас в первом ряду после кружочка был один, так сказать, столбик из трех столбиков с накидом, вот в арочку. Далее в следующем ряду у нас уже 2 столбика. В следующем ряду вот у нас 3 столбика с трех, так сказать, столбиков с одним накидом. В следующем ряду у нас уже будет 4, так как у нас 4, вот они, арочки между уголками. Затем 5, затем 6 и так далее. У нас в каждом ряду, получается, увеличивается по одному столбику с каждой стороны. То есть, с этой стороны столбик, с этой, с этой и с четвертой стороны. Итак, не забывайте делать воздушные петельки. Они у нас служат арочками в следующем ряду. А в этом ряду каждую арочку провязываем 3 столбика с одним накидом. Уголочки, конечно же, расширяем. И делаем 3 столбика с одним накидом, 3 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом. Благодаря этому у нас, так сказать, идет расширение. Обязательно, еще раз повторяюсь, не забывайте делать между 3, так сказать, столбиками с одним накидом в арочку воздушные петли. Они послужат нам в следующем ряду арочками, куда мы будем делать, так сказать, столбики с одним накидом. Итак, провязываем уголочек. В уголочек три столбика, три воздушные петли. И снова сюда же три столбика. Один, два и три. Воздушная петля. Итак, в каждую арочку делаем три столбика с одним накидом. Воздушная петля между столбиками. Итак, вот я довязываю последнюю арочку в три столбика. Один, два, три. Делаю воздушную петельку. И у нас три воздушные петельки подъема. Находим основание, в него провязываем два столбика с одним накидом. Один столбик. И сюда же делаем второй столбик. И третью петельку подъема делаем соединительный столбик. Все. Ряд у нас получается уже по счету. Давайте посчитаем с вами. Первый у нас был восемь столбиков без накида. Далее второй ряд у нас был по два столбика, я вам говорила, рогатки. Далее на третьем ряду мы с вами поменяли цвет. Четвертый. И это уже пятый ряд мы с вами связали. Теперь либо меняете цвет, как я вам говорила, не довязываете соединительный столбик, а меняете цвет. Либо оставляете этот и делаем в арочку переход соединительным столбиком. Теперь продолжаем три воздушные петельки подъема, одна воздушная петля, которая отделяет. И таким образом у нас, как вы видите, получается расширение постепенное. То есть у нас сначала было, еще раз повторюсь, по одному столбику из трех петелек уголки, ой, из трех столбиков уголки, потом два и теперь три. С каждым рядом у нас будут между уголками расширение на один, так сказать, столбик из трех воздушных столбиков, из трех столбиков с одним накидом, простите. И с каждой стороны, то есть с одной стороны будет постепенно увеличиться, со второй, с третьей и четвертой. Таким образом будет квадрат увеличиваться. Вы увеличиваете до нужных вам размеров, то есть вы решаете, какой вы хотите плед, либо там 60 на 60, либо 80 на 80, метр 20 на метр 20 и так далее. Вы просто вяжете и постепенно, так сказать, увеличиваете, увеличиваете, увеличиваете. Как бы хотите, меняйте цвет каждый ряд, еще раз повторюсь, хотите, меняйте каждые два ряда, каждые три ряда и так далее. Я почему вам посоветовала начать как бы с основного цвета? Для того, чтобы было красиво и гармонично. То есть начало, так сказать, одним цветом и окончание таким же цветом придают такую, сказать, ну как бы гармонию. То есть если не все просто, оно разноцветное, безвкусное, а как бы начало и конец должны совпадать по цвету. Ну это мое мнение такое. Хотите, можете оставить, так сказать, вот таких размеров квадратик, либо там чуть-чуть больше довязать. И из таких квадратиков сделать плед, то есть из таких вот кусочков орнаментов. То есть навязываете, к примеру, их там штук 6 в ширину и в высоту, сколько вы хотите, допустим, 10-12, если это прямоугольный. Если это квадратик, то можете, допустим, 10 на 10 сделать плед и просто их сшиваете. То есть делаете из вот таких квадратиков, из таких орнаментов, делаете плед. Можете разноцветные, можете одного цвета сделать квадратики. Если хотите, можете сделать какие-то обвязки, так сказать, одного цвета, серединка другого цвета, в общем, делайте на свое усмотрение. Лично я буду увеличивать, так сказать, свой плед вот таким вот образом, не меняя ничего, просто постепенно у меня будет добавляться по одному столбику из трех столбиков с одним накидом. Я буду увеличивать до нужных мне размеров, а затем покажу вам, как красиво его обвязать. Итак, вот я довязала свой плед. Как вы видите, я постепенно меняла цвет ниточки и увеличивала с каждой стороны по одному столбику, состоящего из трех столбиков с одним накидом. И вот таким вот образом у меня получился пледик 90 см на 90 см. То есть как ширина, так и высота его 90 см. Я решила, что для детской кроваточки это, ну или колясочки прогулочные, то есть это пледик довольно-таки нормальный для новорожденного ребенка. Теперь я хочу его закончить. Заканчивала я основной, так скажем так, часть основного пледа таким же цветом, как и начинала. То есть я начинала с красного цвета, поэтому заканчиваю я рядом красного цвета. Хотите, можете закончить два ряда основным цветом. Ну, я в принципе закончила одним, мне кажется, что достаточно. Так как сейчас мы приступим, так сказать, к завершающему ряду, к окончанию нашего пледика. Для этого я завершила, как всегда, ряд соединительным столбиком в третью петельку подъема и соединительным столбиком еще раз непосредственно в арочку перед уголком. Теперь я делаю три воздушные петельки подъема 1, 2, 3 и нахожу первую часть уголка, то есть первые три столбика с одним накидом. И делаю соединительный столбик над средним столбиком с одним накидом, то есть над вторым столбиком соединительный столбик. У меня получилась такая невзначай маленькая коротенькая петелечка. Теперь мы, скажем так, начинаем окончанием предыдущего ряда, так вот так скажем. То есть, как всегда, мы переходом в арочку делаем и точно так же тремя воздушными петлями подъема начинаем ряд. Вот они, наши три воздушные петли подъема. Теперь делаем накид и находим уголок, то есть вот эту арочку, которая между первыми тремя столбиками и вторыми. В арочку мы провязываем 8 столбиков с одним накидом, то есть делаем накид и начинаем в арочку провязывать 8 столбиков. Первый столбик, далее сюда же второй столбик, далее накид, третий столбик, накид, четвертый столбик, накид, пятый столбик, накид, шестой, накид, седьмой, накид, восьмой. Все, провязали наш, так сказать, веерочек-уголок из 8 столбиков и будем его заканчивать. Как мы закончим веерок? Снова находим из 3 столбиков предыдущего ряда средний столбик и петельку верхнюю над столбиком делаем соединительный столбик. То есть, как вы поняли, вот эта небольшая петелька это окончание веерочка последнего в ряду. Теперь продолжаем. Делаем накид и находим следующую арочку между 3 первыми столбиками и вторыми. Снова делаем накид и в арочку провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. То есть, мы обычно с вами провязывали 3 столбика в арочку, теперь в этом ряду будем провязывать 4. И делаем соединительный столбик в каждую среднюю петельку над средним столбиком предыдущего ряда. Вот так вот. Снова делаем накид и находим следующую арочку. В нее провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, далее 2, 3 и 4. И снова соединительный столбик над вторым или средним столбиком предыдущего ряда. Опять делаем накид, находим следующую арочку, в нее провязываем 4 столбика с одним накидом. 1, 2 столбик, далее сюда же третий и сюда же четвертый. И снова соединительный столбик в среднюю петельку. То есть, как вы поняли, мы будем провязывать в каждую арочку в этом ряду, каждую, по 4 столбика с одним накидом. То есть, не привычные 3 столбика нам, а по 4. И между, так скажем, между нашими веерочками, будем называть их веерочки, будем делать соединительный столбик в средний столбик или в среднюю петельку среднего столбика, в соединительную петельку или в соединительный столбик, как вам проще говорить. Я почему-то выбрала именно этот способ обвязки, так как он очень легкий, его очень легко вам объяснить. И, честно говоря, смотрится он довольно-таки очень аккуратненько для этого пледа и оригинально. То есть, как мне показалось, здесь не нужно каких-то особенных, огромных рюшей, так скажем. Он сам по себе, он у меня получился довольно-таки разноцветный, красочный. И, как я вам уже говорила, очень лаконично, каким цветом начинать, таким и заканчивать. То есть, здесь вы уже судите сами. Если вам хочется другим цветом, то, соответственно, заканчивайте другим. У меня, честно говоря, первоначально, когда я начинала вязать плед, у меня красного был совсем маленький моточек, я им начала. А потом докупила еще красный, почему-то мне показалось, что вот мне хочется именно красную основку сделать. Вы делаете, какую считаете нужным, какого цвета, скажем так, ниточки у вас больше. Если у вас однотонный, тем лучше. В общем, продолжаем делать по 4 столбика с одним накидом в каждую арочку предыдущего ряда. И соединительный столбик между, так скажем, между предыдущего ряда тремя столбиками, вот посерединочке. Так мы провяжем полностью весь-весь-весь ряд до вот этого уголочка. Довязали этот ряд, ну, скажем так, одну из четырех сторон. И теперь снова, довязав последний веерочек в ряду, во вторую петельку, скажем, над вторым столбиком, делаем соединительную петельку, столбик. Теперь делаем накид и в уголок, нашу арочку угловую, провязываем 8 столбиков. То есть, как мы первоначально начали уголочек, так и второй продолжаем. Два столбика сюда же. Третий столбик провязываем с накидом. Четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. То есть, в уголочке, как вы уже поняли, мы провязываем в два раза больше столбиков, чем в обычные в ряду. То есть, смотрите, получается как бы визуально мы 8 столбиков делим напополам. Первые четыре столбика идут в одну сторону, вторые четыре в другую сторону. И тем самым получается вот такой широкий веерочек на уголки. То есть, по четыре столбика между, скажем так, арочками в ряду и на уголки 8 столбиков. В уголках у нас получается 8. И теперь заканчиваем уголочек снова соединительным столбиком по серединке. Теперь продолжаем 4 столбика в каждую арочку и между ними соединительный столбик в средние столбики предыдущего ряда. В средний столбик, в среднюю петельку над ним. В общем, я думаю, что вы уже поняли. Поэтому мы продолжаем обвязывать вот так вот до конца этой стороны по 4. Затем уголочек делаем 8, снова вот сюда, дойдя до уголочка. Затем снова провязываем по 4, 8 и так далее. И мы с вами встретимся уже на завершении обвязывания. То есть, я думаю, что здесь ничего вам сложного не должно быть. Здесь довольно-таки должно быть все понятно. Поэтому мы просто обвязываем по 4 столбика и 8 в уголочках. Мы провязали с вами все 4 стороны рюшиками. У меня получилось вот так. У вас тоже должно приблизительно так получиться, в зависимости от вашей ниточки. И я дошла до того момента, где мы с вами сделали первоначально вот эту петельку из 3 воздушных петель подъема. Теперь берем, делаем накид и в петлю основания воздушных петелек довязываем еще 3 столбика с одним накидом. То есть, воздушная петля, вот эта вот получается петелька из 3 воздушных петелек, вот так вот уточню, замещает нам 1 столбик и еще 3, которые мы довязали. Получается 4 столбика с одним накидом, которые у нас были вот здесь. То есть, вот таким вот образом мы с вами их заменили. И вот здесь вот в петельку 3 подъема мы делаем соединительную петельку или соединительный столбик. И у нас получился вот такой завершенный веерочек, так скажем. Теперь берем, делаем еще один соединительный столбик, где-то здесь, то есть вот здесь вот в основании уже следующего веерка. Вот так вот. Еще один соединительный столбик и вытягиваем его немножечко. После этого ниточку обрезаем, она нам больше не нужна. И нам осталось либо вдеть ниточку в иголочку, либо просто крючочком ее красивенько закрепить. То есть, чтобы у нас веерочек как бы стал законченным. Один и второй как бы имел вот такое вот начало. То есть, вот так вот красивенько. И так же я вам хочу рассказать. Вот у нас, получается, сзади были присоединения, то есть ниточки наши. Я, конечно же, большую часть из них поубирала и оставила для, так скажем, наглядного примера вот две ниточки. Мы, что мы делаем теперь? Нам их нужно поубирать. То есть, сколько бы вы не меняли цветок, вот здесь вот цвета ниточки, у вас будет такое же количество ниточек, умноженное на два. Почему на два? Потому что ниточка будет иметь начало и будет иметь конец. Мы вставляем ниточку в иголочку. И вот здесь вот как мы ее уберем, я вам сейчас расскажу. Вот так вот берем, продеваем сквозь вот так вот петельки, сквозь разные столбики. То есть, вот так вот аккуратненько, аккуратненько вот так вот продеваем и прячем кончик. То есть, буквально прячем мы не слишком длинный делаем, а так, чтобы, скажем, не видно было этого окончания. Никак мы не закрепляем. В принципе, когда вяжется крючком, ничем оно не закрепляется. Почему? Потому что оно не должно распуститься. И точно так же все последующие ниточки вдеваете в иголочку и прячете между, так скажем, столбиками, вот этими вот петелечками. То есть, так, чтобы не видно было. Просто прячете, так скажем, самые тугие места вязания. То есть, чем туже вы просунете, скажем так, чем в ту, как сказать, не знаю, как склонить слово туже, чем туже вы будете просовывать, тем лучше будет, так скажем, при использовании, так скажем, пледа, вот меньше будет вероятности того, что оно распустится. И точно так же этот красненький, у меня в данном случае последний кончик ниточки, точно так же прячем сквозь самые тугие места нашего пледа. То есть, вот таким вот образом. Хотите, можете несколько раз, чтобы наверняка было, то есть, это окончание нашего пледа, которое часто будет смыкаться при носке. Можете его более лучше закрепить, так скажем, так как это краешек, чтобы он не износился, и вам потом не пришлось его перевязывать. Итак, в общем, спрятали мы все с вами кончики, довязали плед, обвязали его, кончики все позаправляли, пообрезали обязательно, не забывайте обрезать. Вот так вот выглядит моя внутренняя часть, скажем так, изнаночка наша. Вот у меня изменение цвета было вот в этом уголочке, то есть, как вы видите, не видно абсолютно соединений. Это изнаночная сторона. Вот она лицевая сторона, то есть, опять же, не видно абсолютно никаких изменений. Вот. И у вас точно так же должно получиться, может, даже еще лучше. Вот. В общем, наш плед готов. Я надеюсь, что вам мой видеоурок был понятен. Обязательно задавайте вопросы, конечно же, комментируйте, ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok